Уфимцы выходят на матч со Спартаком предельно настроенными. Как-никак, последний бой, но и красно-белые, решившие все свои турнирные задачи в прошлом туре, расслабляться не собираются. Уже на третьей минуте матча об этом нашей команде прямо и бесцеремонно сообщает Квинси Промес. Удар голландца приходится точно в дальнюю девятку, и Георгий Шелли оказывается бессилен. Но пропущенный мяч взбадривает виртуальных уфимцев, и игра перемещается к воротам Спартака. Особенно усердствует Александр Зинченко. С первым его ударом справляется Артем Ребров, а второй проходит мимо цели. Но Александр не сдается. Одна из его попыток прессинга заканчивается успешно. Далее следует пас на открывшегося в свободной зоне Вячеслава Кротова, и форвард Уфы не прощает свою бывшую команду. Важным моментом во втором тайме оказывается травма ключевого игрока Спартаковской обороны. Сальвадоро Бакетти неудачно сталкивается с партнером в своей штрафной. О последствиях судите сами. Вышедший на замену Владимир Гранат не успевает накрыть классный удар Семена Фомина. В оставшееся время Спартаку не удается создать ничего опасного, и Уфа побеждает со счетом 2-1, увеличивая тем самым свои шансы на сохранение пропусков в Премьер-лиге. И ничего другого наши болельщики от реальных футболистов просто не ждут. Продолжение следует...